Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Александр Лупиненко, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 8 градусов тепла, ветер северо-западного направления скоростью до 6 метров в секунду. Если вы когда-нибудь хотели заглянуть в тайну создания анимации, то это ваш шанс. Сделать это предложит картинная галерея Гаврила Ващенко. С 15 апреля по 10 мая там будет работать выставка под названием «Плей. История мультфильмов». Сегодня мультфильмы создаются в основном с помощью компьютерной графики, и посмотреть их можно на любом гаджете. А когда-то для их просмотра использовались разные приборы и устройства. Как раз с ними можно познакомиться на выставке. Также гости галереи смогут пролистать комикс и посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века, примерить уши Микки Мауса в фотозоне, ну а тем, кто умеет смеяться над собой, предложат посетить уголок кривых зеркал. В нем можно будет понять, что чувствовал волк из всеми любимого мультфильма «Ну погоди». Музей истории, печати и фотографии Гомельщины представляет работы фотографа Сергея Курила из города Гродно. Выставка под названием «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» приурочена к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Это своего рода попытка заглянуть вглубь одной из мощнейших катастроф 20-го века. Фотоработы, которые можно увидеть на выставке, созданы на территории Брагинского района, в основном в сельской местности. Познакомиться с ними можно до 9 мая. Во дворце Румянцевых и Паскевичей работает выставка «Избранные святые». Иконы, выполненные в традиции резной иконописи, представил Владимир Куклин. Образы созданы по канонам древнерусских прорезей. Более того, автор уже в течение долгого времени занимается реставрацией икон. Познакомиться с его работами и позволит выставка, которая продолжит работу до 17 мая. И еще об одной выставке, с которой можно познакомиться в стенах дворца Румянцевых и Паскевичей. Проект без срока давности посвящен 75-летию Великой Победы. Он объединил труд музеев разных стран. Внимание у гостей музея представлены подлинные экспонаты. Они хранятся в фондах музея-дворца. Также частью экспозиции стали фотографии о деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Материалы выставки расскажут посетителям о том, как шло возвращение имен неизвестным героям. В Гомельской области проводится конкурс на лучшего общественного эколога. Его цель – пропаганда знаний об охране окружающей среды и природопользования, сохранение природной среды, а также повышение эффективности работы общественных экологов. Итоги подведут в конце мая. Именно победители станут известны после рассмотрения материалов конкурса. Фотоконкурс «Вера глазами молодых» объявлен для фотолюбителей в возрасте от 14 до 40 лет. От каждого автора принимается до трех работ – цветных и черно-белых. К снимкам понадобится приложить описание. Жюри оценит оригинальность работы, технические качества, композиционное и цветовое решение. Конкурс проводится в два этапа. Заявки принимают по 1 мая. До 15 мая будут подведены итоги и определены победители. Для участников, работа которых не заняли призовые места, но были отмечены жюри, предусмотрены специальные поощрительные призы. К следующим новостям. Белорусские ученые создали новый тип бумажной упаковки. Она обладает бактерицидными свойствами и увеличивает срок хранения продуктов. В состав упаковки входит комплекс реагентов, которые не дают микроорганизмам размножаться. Для человека эти реагенты безвредны и относятся к категории пищевых добавок. Более того, бумажный материал биоразлагаемый в перспективе. Ученые планируют разработать технологию получения новых видов бумажной упаковки. Линейку расширит жиро- и влагостойкая бумага и бумага, регулирующая созревание фруктов. Среди новинок также упаковка для длительного хранения продуктов, суть которой – снижение проникновения запахов. В Германии создан самый миниатюрный самоходный робот. Его размер не превышает 1 мм в длину. При этом скромные размеры робота позволяют ему самостоятельно передвигаться в пространстве. Помогает ему в этом реактивный двигатель. Более того, новинка способна не утратить работоспособность, даже если перенесет критическую деформацию. Робот создавался для автономной работы внутри организма человека и получился очень гибким и достаточно автономным. Он может доставить лекарственные препараты к конкретному внутреннему органу и выполнить ряд других задач. Однако пока прототип не готов для такого применения. Но ученые уверены – развитие технологии позволит испытать новинку на практике в ближайшем будущем. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что стресс отрицательно влияет на способность человека к планированию. Они обратили внимание на то, какие последствия могут наступить при влиянии стресса на память. Участникам эксперимента было предложено путешествие по виртуальному городу. Добровольцы запомнили разные маршруты движения, а активность мозга контролировалась учеными при помощи МРТ. Затем испытуемых попросили пройти по конкретному маршруту. И участники, которые не испытывали стресс, лучше ориентировались и прокладывали самый короткий маршрут к цели. Ну а те, кто подвергался стрессовой нагрузке, испытывали трудность в аналогичной ситуации при планировании нужного маршрута. В Бангладеш наступил пик сезона уборки перца чили. Множество людей заняты в полях сбором и сушкой этого овоща. В стране ежегодно собирают несколько тысяч тонн чили, а после сушки и сортировки его продают в разные уголки нашей планеты. Ну а далее о братьях наших меньших. По природе у кошек более независимый характер. Это делает их не такими привязанными к человеку-питомцам, как собаки. Но есть определенные породы, которые умеют хранить верность не хуже, чем собаки. Среди них мейн-кун. Самый крупный домашний кот обладает высоким показателем верности. В длину этот домашний питомец может вырасти до одного метра. Несмотря на внушительные размеры, эти кошки не агрессивны, покладисты и очень преданы всем членам семьи. Правда, за мейн-кунами нужен особый уход как за их здоровьем, так и за внешним видом. Ну а собаки способны различать похожие слова, если их произносит не только хозяин, но и совершенно посторонний человек. Это утверждают ученые из США, которые провели соответствующие исследования. Они сделали записи, где разные люди произносили определенные слова, не имеющие отношения к командам. Далее записи проигрывались несколько раз собакам разных пород. Когда пес узнавал слова, он не подавал вида, а новые вызывали бурную реакцию. Также было установлено, что многие питомцы хорошо различали слова. Более того, они понимали, когда их говорил хозяин, а когда совершенно посторонний человек. Тело человека. Познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно подсчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Кстати, звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали. Утренний фреш и я, Александр Лупиненко. Желаю вам хорошего настроения. Пусть доброе утро сделает добрым весь день. Редактор субтитров А.Семкин